Приветствую вас, и первый вопрос, который мне хотелось бы задать, звучит так, а чего хочет, собственно говоря, сама женщина? Она хочет бросать свою работу, которая приносит ей много денег? Она считает, что занимается чем-то неправильным, аморальным, неприличным и так далее? Она сама хочет, чтобы что-то менять в своей жизни. Она счастлива, потому что если ее все устраивает, если ей все нравится, если образ жизни приносит ей то, что она хочет, то вы никак, никакими способами не сможете. И ее заставить бросить работу. Дело в том, что, по сути дела, по сути дела, когда вы в нее влюблялись, вы принимали ее такой, какая она есть. И вы, наверное, мирились с тем, что она делает, что она из себя представляет и так далее. А потом, потом что-то случилось. И вот на этот вопрос, с какого момента вам захотелось ее менять, почему вы хотите ее менять, и нужно разобрать. Ведь менять человека означает сделать его другим. Но вы-то влюбились в ту, какая она есть. Задайте себе вопрос, вы будете так же ее любить, если она будет другой? И вы будете любить ее, если она под вашим давлением начнет меняться? Будете уважать такого человека? И после того, как вы на эти вопросы ответите, стоит подумать вот еще о чем. Если бы она хотела бросить свое занятие, то она бы это, наверное, сделала сразу после того, как встретила вас. Потому что вы мужчина, вы ее поддерживаете, вы ей помогаете, вы можете стать для себя опорой и так далее. Но раз она этого не делает, значит, ей нравится то, что она делает. И она считает, что это для нее оптимальный вариант. И в первую очередь, нужно поговорить с ней и спросить, как она относится к тому, что делает. Как она это воспринимает. Как видит. И если это ее осознанный выбор, если это личностный выбор, то вам его нужно принять. В противном случае, вы не будете с ней находиться рядом. Вы не сможете быть с ней, если не примете ее такой, какая она есть. И отношения, поэтому, может быть, у вас и не получаются подстроить, потому что она знает, что вы хотите ее поменять. А это очень плохо для любых отношений, потому что любовь, она, безусловно. И если вы действительно желаете человеку счастья, если вы действительно хотите сделать для человека все, что в ваших силах, первое, первое, что нужно, это принять его, перестать требовать от него того, что он не хочет делать, если это не вредит откровенно вам. И стараться принимать то, что она вам дает, то, что она может вам дать. И, конечно, некоторые вещи вам могут быть неприятными, некоторые вещи могут казаться вам оскорбительными. Но, когда вы связывались с ней, вы знали, какая она, вы знали, что она делает, вы знали, чем она занимается. И вас, поначалу, это устраивало. Опять-таки, это наводит на мысль, что, если раньше у вас была страсть, и вы хотели с ней быть без любой ценой, то, что сейчас повысшее в отношениях, вы, вероятно, хотите, чтобы вам было более комфортно. Значит, страсть прошла, и появилось нечто другое. Это нечто другое всегда может быть в двух формах. Либо это любовь, когда вы человека уважаете и принимаете его выбор. Либо это желание переделать его под себя. И, судя по вашему описанию, вы стремитесь переделать его под себя. Это ошибка. Вместо того, чтобы стараться человека, бери и начать, ну, вы попробуйте показать ей, как прекрасно жить в другом мире. Выводите ее куда-то, гуляйте с ней, общаетесь, показывайте мне, повышайте кругозор, расширяйте ее восприятие, дайте ей что-то новое. И, может быть, тогда, увидев, насколько мир прекрасен и многообразен, насколько в нем много возможностей, она добровольно захочет менять свою роль деятельности. И вот тогда, это будет ее естественным желанием, без вашего доброго. Но вы, вы в этом случае направите свою энергию на ее счастье, на ее благополучие. Вы предложите ей не бросить то, что она делает, а то, что приносит доход, и доход хороший. Вы раскроете перед ней возможность. Вы дадите ей свободу, вы дадите ей волю. И это то, что делает человек, который любит. Дает человеку свободу. Вы же, вы же ее, стараясь ограничить. Направить туда, куда она, может быть, совсем не хочет. И отсюда у вас происходит отдаление. Она чувствует, что вы перестаете ее любить. Она чувствует, что вы хотите ее построить под себя, и что будете любить только такой, какой вы себе представляете. Это неправильно. Поэтому вам нужно ответить на вопрос, как вы к ней относитесь. Если любите, то принять ее, как такой, как она есть. Но стараться, стараться сделать так, чтобы она увидела другие перспективы, другие возможности. И, если она захочет, она сделает выбор. А вам нужно быть готовым принять ее решение абсолютно и полностью любым. Только так вы можете сохранить свои с ней отношения. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. ПОПЛАМЕНТЫ